доброе утро друзья у нас тут звуки флейты звуки фонтана вид на море шикарный море спокойно и спокойно и просто обалденно все смотрю вот там на том балконе этот клиентка живет которая болеет а вчера проходила мимо сын ее стоял на балконе ну значит наверное нормально себя чувствует я завтра или послезавтра спрошу ее дочки к она себя чувствует вот а пока будем любоваться вот таким видом здесь у нас такие заросли папоротников ну папоротник нет и папоротник от и так типа кации наверное или что это не пойму вот классная погода такая сегодня прям тепло если я вчера выходила было прохладненько то сегодня нормально вспомнила что у меня такой есть костюм я в прошлом году в нем ходила спортзал мне вообще знаете очень часто снится спортзал этой ночью я тоже за не занималась а прошло просто пришла в спортзал и что я там смотрела на всех и что там убрали половина вот этих вот тренажеров мало людей мне так стал их жалко но жизнь такая у нас кстати вот этот ресторан сказали он закрылся в этом году больше уже не откроется сказали ну его нафиг но хотя 10 хотя работал или они нормально у них постоянно были клиенты не знаю с чем это связано как у нас местные говорят работать не хотят они и все каждый час у нас выбивает эти колокола купола закрыта на отпуск в отпуск типа не ушли чтобы там грубой типа на что играться хотят кто-то мне пишет что ли вы знаете я в гороскопы как бы ну не то что не верю как бы верю и не верю без разницы да это мне в ютубе вылезла не знаю каким образом что и почему потому что я не лазили по каким каналам гороскопным или еще что-то там просто вылезла в рекомендации одна блогерша довольно популярная а вот и вот там что то знаете гороскоп послушала там близнецов я близнецы еще что-то вот сегодня опять вылезла в гороскоп близнецов на ноябрь и все там нам удачно складывается и все замечательно вот и в общем мне это даже как-то подняло настроение знаете очень важно когда тебе что-то поднимает настроение мысли как говорится формируются только в лучшую сторону вот даже когда вот плохо там или еще что-то нет не неплохо не еще что-то просто говорю и что-то послушать что-то приятное и было который принять в будущем тебе принесет глава поднимает настроение и вот мне сейчас тоже подняло настроение потому что в ноябре не все так будет плохо хотя и так все неплохо здоровы живы работаем а вот но главное как говорится что просить у бога чтобы у нас все оставалось также и не было уже это главное да чарли пойдем работать работа работа перейди на федота сейчас телек включу послушаю что там новости говорят пришла белье снять и заодно вот этот шкаф же он с нос тут опять улетал вот и я его чтобы он совсем у меня не улетел я его вот так вот тут вот положила все внутренности оттуда вытащила барбекюшница вот это вот улетела вот туда вот хорошо хоть сюда улетела знаете вот шкафу у меня там вот надувной матрас двухспальный это надувной матрас пла пляжного пляжные принадлежности вот мужу написала в общем я посмотрела по прогнозу вроде бы урагана такого больше не обещают течение нескольких дней мужу написала чтобы он что-то привез чтобы его вот так вот к стенке пришпандорить вот там вот вот эти вот тут как-то надо его так пришпандорить какую-то фигню надо вот да чтобы он и к стенке чтобы он у нас не улетал улетел представляете хоть там и весит я веса там до хера потому что этот надувной матрас он весит не знаю килограмм 15 точно вот такой большой но кровать полноценная и вот представляете как ураган он улетел вот так вот весь вот тут был весь но он как это трансформер он разбирается собирается но уже видите страдает вот там вот барбекюшница была со всей залой она вот намокла там чё там не поняла тоже и вот разобрала мусор собрала вот поставила пошла рыбу в свою шайтан машину так вот загорает он любитель загорать залезть загорать и сейчас буду снимать белье вот этот кстати таз у меня представляете у меня когда был ураган таз я вот сюда оставила вот это уже белье приготовлено сталось вот тут стоял представить какой ураган был что таз у меня этот синий он здоровый оказался внизу то есть он проделал вот такой путь он вот оттуда пролетел вот сюда вот сюда вот сюда и каким-то образом свалился к нам туда как это получилось не знаю но вы знаете у меня уже это не первый таз который летает один улетел туда к соседям а этот я специально поставила туда чтобы он не улетел улетел таз путешественник какой-то вот этот стул тоже хотел тоже к нам туда улететь вот но он просто видимо не умещался в тот проем и вот застрял там тоже сюда поставил общем 3 детства нас когда ураганы это ураганы на самом деле ко счастью мое вот такие вот у нас дела но сегодня у нас замечательная погода просто кайф ладно рыбка мне уже почти а мне еще надо салатик нарезать с рыбкой так что быстренько собираю белье и кушать смотрите какая вкуснотища это голова там 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 делать вот так и салатик здесь йогуртом заправлен греческим и еще бальзамический уксус и соевый соус и кропчик с моей грядки будем надеяться что будет расти так что всем приятного аппетита ну да и манго на пол на постри на постри на десерт и дуся сегодня с рюкзаком потому что приедет татьяна и привезет нам вкусняшки я там кое-что у нее заказала вот и будем кое-что там сейчас сначала встречаемся с подругой походим вот как обычно она как раз приезжает туда калькампо и мы выходим туда калькампо в общем что у меня во рту горько я вообще сегодня знаете что я на ну как на плодник плодник на риндау называется всегда выпиваю кофе с молоком ну там с печенюшкой или вот в лидели беру такие они бисквитные как конфеты что ли две три штуки съедаю а сегодня я решила каши манны так захотелось каши манны и сварила себе каши манны и она мне влюх в желудок легло легла с камнем и вот иду как бочка знаете такое ощущение что у меня там все раздуто наверное она раздулась это каши манны и не мне дает не дает мне спокойно жить прям это наверное не привыкла я уже вернее отвыкла обожаю каши манны не знаю есть люди которые ее не любят я не понимаю как ее не любить такую вкуснятину кинула немножко маслица несут вот такие вот где в чем яйца продаются потому что татьяна мне привезет яйца у нее курочки они несут свои яйца подружки вроде пока нету ни хрена себе он летит вот и вот я и несу пустые штуки такие понадобятся наверное так ладно будем ждать не может быть рано пришла ну дальше рановато пришла 1 а еще мне сейчас позвонила клиентка который я вот хожу в четверг который на той неделе вот она за переживала что там вот сказала новость про мою одну клиентку которая больная в общем говорит ой давай наверное эту неделю пропустим с моей мамой она очень переживает хотя я и сказала что если бы она и заразилась та другая клиентка то это воскресенье а после этого дня я ее не видела да но все равно давайте попасть дождем эту неделю но она конечно за переживает за свою мать вот понимать это из дома не выходит специально что там она очень сильно боится говорю конечно конечно ты говорю не переживай у меня даже если какой-то первый симптом будет один-единственный из тех я уже не пойду на работу потому что я действительно очень ответственный человек и не хочу чтобы в моей вине потом мало ли да что-то случилось я говорю она да да я знаю но все равно давай подождем и груды конечно подождем говорю мне без разницы вот так что завтра не пойду никак укладывать домой так что мы пошли путь дорожку купила у танюши яички ее курочки несут такие вкусненькие натуральные и мандаринчики еще я у ней заказывала хинкали а меня подвела подставила подруга и не привезла мне хинкали представляете такая вот подстава не ожидала это от нее шутка естественно я и сказала что это такой огромный повод для того чтобы поехать в ней на выходные и попить чаю с ее вкусными привкусными орешками таня это твоя вина теперь будешь меня откармливать вот кстати съела мандарин шикарный вкусный он тоже без всяких химикатов и тоже с ее огорода вот такие дела мы очень поздно мы сегодня встретились там попили кофе с девчонками поболтали я не снимала потому что там но девчонки в общем то не хотят сниматься но мы их же не будем насиловать да поэтому вот так потом бегом бегом до дома уже знаете сейчас холодает прям можно буквально за час солнце садится и все и холодно потому что влажность очень сильная влажность и так вот то есть днем бывает 24 25 а ночью уже вот сейчас я пришла домой 17 градусов чувствуется разница и такой свежий идет мокрота буду сейчас пить чай как всегда так чайник шумит что это вот ужин мой съела я выпила кофе без кофеиновое с молоком ну естественно без сахара опять тайка мой сахар сожрала скажет оксана какая ты грубая такая есть полюби меня такого и полюби меня такой полюби меня такой какая я есть да чё я там говорил тоже и забыла ладно в общем завтра у меня одна клиентка навернулась очень жаль конечно но я понимаю дочку понимаю что как бы матери они одни и нужно поговорится перебздеть чем не допздеть вот ладно переживем как нибудь эти всякие ситуации я мозгами уже понимаю что 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 надо как-то приспосабливаться как-то надо приспосабливаться главное не нервничать кстати у меня тут стевия я сейчас знаете стевию если завариваешь еще один раз то получается вкусный сладкий чай я тут обнаружила как вы знаете раньше чайные пакетики их по два по три раза вот так вот макаешь макаешь там сегодня попил с утра вечером опять этот чайный пакетик даже так вот так и стевию буду макать чай нет чай я так не макаю он невкусный а вот со стевией идет такое дело так что вот с утра то я была всегда занята по четвергам а теперь-то у меня свободное время займусь уборкой наверное хотя я сегодня вчера по убиралась сегодня по убиралась в этом своем после ветров у меня вот есть же предбанник такой вот на работе и там вот все с крыш все слетело у меня вот я сегодня тоже немного по убиралась там муж кстати сказал что при шпандоме уже сделал дырки в шкафу на крыше но туда нужно было вот это вот рейка какая-то или еще что-нибудь вот говорит завтра потому что улетает улетает шкаф говорит это доделал я-то сегодня шиндарахалась почти до пол девятого где-то там так ладно знаете что надо что-то думать что мне завтра покушать потому что я же хотела хинкаль себя творить наивная а я ведь ее два дня теребила говорю ты не забыла ты положила она да 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 ну ладно главное что знаете она мне не доложила не каким-нибудь там своим клиенткам таким знаете ну я-то подруга мне можно все тем более ей же хуже что она в них не положила придется мне меня ей поить чаем ладно все буду с вами прощаться до завтра и думать думать у меня грибочки есть замороженные почему-то чайник так шипит шимит непонятно как вот может быть сделаю грибочки с яичками он все придумала сделаю и грибы пожарю с яйцами будет же очень вкусно а у меня там смесь грибов точно тут какая-то польза от подруги точно вот так все вот и придумал видите как хорошо болтать на кухне встретимся с вами завтра всего самого выше и всем пока пока